Десногорские медики посетили объект по уничтожению химоружия. Актеры театра «Книга на сцене» вернулись из столицы с победой. В Смоленске подведены итоги работы полиции за 9 месяцев. Жаркие волейбольные баталии в спортивном зале «Полимер». А сейчас об этих и других событиях подробнее. В праздничной церемонии, посвященной завершению работ по уничтожению химического оружия в городе Почеп Брянской области приняли участие около 100 представителей различных организаций и ведомств. На сегодняшний день, хотя последний снаряд и уничтожен, но работа этого завода еще продолжается. Дело в том, что это огромные корпуса, которые, естественно, не должны, как говорится, быть разгромлены или уничтожены. Поэтому сейчас будет идти, называют это реабилитация, санация этих всех заводских учреждений, чтобы потом в последствии можно было их использовать для народного хозяйства в других целях. Со словами благодарности за высокий профессионализм и ответственное отношение к работе, ведомственные награды вручил заместитель руководителя ФМБА России Вячеслав Рогожников. За большой личный вклад в безаварийную эксплуатацию объекта и сохранение здоровья работников предприятия и граждан, проживающих в зоне защитных мероприятий, нагрудным знаком бронзовый крест ФМБА России награждены шесть сотрудников обособленного структурного подразделения медсанчасти 135. Три человека получили почетную грамоту ФМБА, пяти объявлена благодарность. Ирина Криушева, заместитель начальника медсанчасти 135 по медицинской части, удостоена нагрудного знака Бурназяна. Актёры театральной группы «Книга на сцене» второй раз приняли участие в конкурсном проекте современного искусства и креативного творчества «Апельсиновая берёза». Основная цель конкурса – выявить талантливых актёров и артистов оригинального жанра для рекомендаций поступления в различные специализированные вузы и студии России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, мы ждём встречи с людьми, которые дышат одним воздухом с нами, мыслят, может быть, так же, как и мы. И самое примечательное в этой «Апельсиновой берёзе» то, что она даёт возможность участвовать всем жанрам, объединяться под одним проектом. И не только находить друзей, но, наверное, для того, чтобы была мотивированность. Это вот первая, наверное, причина того, для чего мы участвуем в фестивалях. Потому что часто в школах это воспринимают как «молодец, садись, пять», а там это воспримут, может, увидят в нём какие-то возможности в этой профессии, в этом направлении. Или, наоборот, скажут, что подработать или оставить это дело. «Апельсиновая берёза» – это фестиваль, где можно познакомиться с разными людьми, открытыми, искренними, творческими. Увидеть актёрское мастерство не только десногорцев, но и других участников проекта «Апельсиновая берёза» можно будет через месяц в нашем городе. С 26 по 29 ноября городской центр «Досуга» ждёт гостей и участников. И ещё немного о культурной жизни города. 26 октября стартует фотоконкурс, организованный детской библиотекой нашего города. Это семейный портрет на фоне библиотеки. Приглашаем десногорцев принять в нём участие. Также детская библиотека ждёт участников интернет-викторины «Грамотное поколение». Свои ответы отправляйте на сайт библиотеки до конца октября. В Смоленске под председательством начальника ОМВД России по Смоленской области генерал-майора полиции Скокова состоялось заседание коллегии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев текущего года. В нём приняли участие и полицейские Десногорска. В отчётный период управлением области особое внимание уделено противодействию организованной преступности, наркоугрозе, изъятию оружия из незаконного оборота, выявлению преступлений в сфере экономики, дорожной безопасности, дальнейшему совершенствованию государственных и областных программ профилактики правонарушений, в том числе развития системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», повышению качества оказания государственных услуг. Принимаемые меры в значительной степени повлияли на эффективность работы органов внутренних дел и позволили сохранить контроль над криминальной ситуацией. Продолжает снижаться преступность. Раскрываемость преступлений, в свою очередь, растёт. Больше выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято порядка 65 килограмм наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, что почти в два раза больше, чем год назад. Увеличилось число выявленных сотрудниками полиции фактов незаконного оборота оружия. Больше выявлено налоговых преступлений, преступлений в сфере потребительского рынка, финансово-кредитной системы и строительства. Больше выявлено фактов взяточничества, в том числе в крупном и особо крупном размерах. Благодаря принимаемому комплексу профилактических мер, в прошедшем периоде снизилась преступность несовершеннолетних. В целом, с положительной стороны, по основным показателям деятельности, по итогам работы за январь-сентябрь 2015 года отмечены межмуниципальные отделы Сафоновский, Ярцевский, Рославльский, Гагаринский и Руднянский. Подводя итог совещанию, начальник поблагодарил личный состав управления за неплохие результаты работы и подчеркнул, что основная задача органов внутренних дел – чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, были довольны работой полиции и доверяли ей. А сами полицейские при этом работали профессионально и грамотно, служили с честью и достоинством. По данным прокуратуры, житель Десногорска заплатит штраф за распространение в одной из социальных сетей экстремистских материалов. На странице 28-летнего мужчины в открытом доступе содержится аудиоматериал, который решением суда признан экстремистским. В отношении мужчины вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Уважаемые десногорцы, будьте внимательны к своим материалам в соцсетях. Две аварии произошли ночью 22 октября. Первое ДТП случилось в районе 232-го километра автодороги М1 в 0.15. Автомобиль «Ситроэн Джампи» въехал в прицеп «Камаза». Вторая авария произошла в Десногорске в час 20. Столкнулись два отечественных авто – ВАЗ-2115 и ВАЗ-2107. В обоих случаях обошлось без жертв. Отборочный тур Первой лиги чемпионата России в Центральном федеральном округе по волейболу среди мужских команд стартовал в Десногорске 23 октября. Волейбольные баталии в спортивном зале «Полимер» проходили три дня. В этом чемпионате принимают участие 14 команд, которые делятся на три группы. Десногорский «Полимер» вошел в подгруппу с командами из городов Калуга, Юниор, Тула, Тулгу, Курчатов, Курская АЭС и Новая Краскова Московской области. Принимали гостей в оборудованном по всем последним требованиям волейбольной лиги зале ООО «Полимер». Замечательная организация, конечно, турниры, великолепный зал. И я много видел организационных моментов. Это как Суперлига России организация. Все команды прибыли на чемпионат сильными составами. Жаркие динамичные игры собрали немало болельщиков. Мы собрались поболеть, попереживать за наших друзей, товарищей, за моих очень хороших знакомых, за команду «Полимер», ребята, с которыми провожу много времени. Я считаю, это элита города Десногорска, да и всей Смоленской области в плане игры в волейбол. В результате игр команда Новая Краскова занимает лидирующую позицию, набрав 9 очков. Команда «Полимер», выиграв у команд Курской АЭС и Тулгу со счетом 3-0, но при этом проиграла со счетом 0-3 команде Подмосковья, набрала 6 очков и заняла второе место в своей подгруппе. На третьем месте оказалась команда из Тула, набравшая 2 очка. Следующий тур состоится в городе Люберц с 19 по 23 ноября. Третий тур пройдет вновь у нас в городе с 4 по 6 декабря. Кроме того, в минувшие выходные в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» проходил городской открытый юношеский турнир по баскетболу. В нем приняли участие младшие и старшие команды Десногорска и Смоленска. В непростых поединках спортсмены нашего города одержали победу, с чем мы их и поздравляем. Редактор субтитров А.Семкин